Всем привет! С вами Оля на канале о жизни и путешествиях в Швейцарии. И сегодня я опять еду в поезде в Сан-Моритс. Вы скажете, Оля, ну что ты там забыла? Ну зачем третью неделю подряд туда ездить? А на самом деле сегодня там происходит определенное событие, которое я не могла пропустить. И буквально через несколько минут вы узнаете, куда мы сегодня едем. Поэтому устраиваясь поудобнее, берите чай, сразу нажимайте лайк этому видео, подписывайтесь на канал, если вдруг не подписаны, нажимайте на колокольчик, чтобы получать оповещение. И поехали в зимний, заснеженный, ледяной Сан-Моритс. Смотрите, мы проезжаем станцию Преда, и здесь можно взять напрокат санки. И потом на санках спускаться до следующей станции и возвращаться обратно на поезде, что сейчас делает огромное количество людей. Делают это буквально все, и старые, и молодые дети. Эх, нужно мне будет обязательно сюда как-нибудь приехать и покататься на санках. Может быть, вы помните, примерно 3,5 года назад я впервые побывала в Сан-Морице. Это дело было летом, когда в Цюрихе было очень жарко. А здесь была отличная погода, плюс 25 градусов. И вот то, где мы сейчас идем, это было красивое, голубое, большое Сан-Морицкое озеро. И тогда меня впечатлило, что каждую зиму здесь проходит огромное мероприятие, которое привлекает туристов со всего мира и спортсменов со всего мира. И мне тогда очень захотелось приехать на это мероприятие, что мы сегодня с вами и делали. Мы с вами на чемпионате по зимнему полу в Сан-Морице. На самом деле, вход на все мероприятия бесплатный, только в VIP-зоне нужно платить за место, чтобы наблюдать за зимним полом. И билеты там недешевые, около 600 франков. Но вся остальная радость бесплатная, можно смотреть совсем бесплатно. Ну вот здесь большое количество также различной еды прямо на вот этом замерзшем озере. Памятники тут разные, с которыми можно фотографироваться. Мы попробуем обойти все вокруг, чтобы все-таки найти лучшее место наблюдать за игрой. А вот здесь четвероногие спортсмены и их наездники готовятся к соревнованиям вот в этих сагонах. Вот такие вот дела. Эх, маленький у меня еще блог, не пускают меня в места для прессы. Вот как только будет 100 тысяч, сразу начнут пускать. Поэтому подписывайтесь на канал, рекламируйте его, чтобы у меня были более красивые виды на все соревнования. Если честно, то меня немножко впечатлило, даже ужаснуло, какое количество людей здесь разговаривают на русском языке. Это даже страшно. В общем, такое ощущение, что половина людей, которые приехали посмотреть на зимнее поло в Сан-Марице, разговаривают на русском языке. Озеро в Сан-Марице довольно большое, и поэтому здесь есть большое количество разных зимних развлечений, помимо зимнего пола и чемпионата, который сейчас проходит. Посмотрите, вот это вот замерзшее поле служит, мне кажется, самым большим катком, на котором я когда-либо бывала. А что самое приятное, кататься здесь можно совершенно бесплатно, если у вас есть свои коньки, либо можно арендовать коньки примерно за 10-12 франков на человека. Обязательно хочу сюда попасть, покататься еще на коньках. Этих лошадок уже уводят с поля. Похоже, я приехала действительно на самую кульминацию всего события. В 2 часа 30 минут сегодня будет еще какое-то показательное шоу. Выступать будет Азербайджан и команда Сан-Марице. А вот на последнюю игру этого сезона мы как раз попали на ее окончание. Сейчас обеденный перерыв здесь. Я уже, конечно, пообедала, поэтому просто прогуливаюсь вот здесь по окрестностям Сан-Марица. Вы знаете, вот только здесь и сейчас я начинаю понимать, меня прямо осенило, почему швейцарцы значительно-значительно лучше в туристическом маркетинге своей страны по сравнению со своими соседями, например, немцами. Потому что в Германии на самом деле тоже есть классные туристические места, но они значительно меньше популярны. Мне кажется, что все уходит еще в середину 19 века, когда Томас Кук, это британская туристическая компания, открыла Швейцарию как место для массового туризма для среднего класса. И вот как раз-таки Томас Кук привнес вот тот вот пиар, которого не хватало другим соседним странам Европы. Ну, исторически так сложилось, что англосаксы, в принципе, лучше в том, как они рассказывают о достоинствах своих продуктов, своей страны. И вот именно британцы привили вот эту культуру в Швейцарии. И мне кажется, что Сан-Мориц это именно апофеоз вот этого очень удачного, красивого и качественного маркетинга страны и региона. Потому что именно британцы сделали из вот этой вот горной деревушки Сан-Мориц Мекку зимнего спорта. Вы знаете, я потихоньку начинаю понимать, почему очень многие люди, для которых деньги, в принципе, не играют особую роль, выбирают именно Сан-Мориц местом в своей жизни основным. Здесь летом очень приятная погода, редко бывает жарко. Зимой вот такой красивый снег, относительно, кстати, тепло. Солнышко. И практически никогда не бывает особо пасмурно. И зимой здесь развлечений ещё больше, чем летом, хотя и летом здесь есть чем заняться. Поэтому вот раньше я не совсем понимала, почему люди не зимуют, например, где-нибудь в Испании, на юге Италии, а именно вот в таком месте. Но сейчас я это всё больше и больше понимаю. И, может быть, я пересмотрю свои планы и захочу на пенсию именно сюда, в Сан-Мориц. Здесь недалеко есть аэропортик маленький для private jet, поэтому проблем с транспортом не будет. А я тем временем обошла всю вот эту трибуну и нашла место, где кадры будут вообще не хуже, чем с места, отведённого для прессы, поскольку меня туда, естественно, не пускают ещё. И заодно придумала свою новую цель для этого YouTube-канала. Ребята, нужно мне столько подписчиков, ну, 100 тысяч нужно на самом деле, чтобы меня уже пускали на мероприятие в качестве прессы, в отдел прессы. Тогда я смогу снимать нам всем ещё более интересные кадры. А пока вот придётся удовольствоваться тем, что есть. Осталось ещё где-то минут 20 до следующего турнира, поэтому я уже буду занимать хорошие места. И вот, видите, товарищ с пресса тоже уже сюда пришёл, потому что солнце как раз с этой стороны сейчас очень удобно будет для съёмок. Ждём. Вот прямо сейчас на наших глазах начинается игра между командой Сан-Морица и Азербайджаном. Заканчивают спортсмены свою разминку и разогреваются. Сейчас все выстраиваются для начала игры. И буквально через несколько секунд начнётся этот матч. Я пока не тратила время зря и прочитала, что матч состоит из четырёх частей, каждая из которых длится 7 минут. Но вот игра уже и началась. Тем временем я расскажу об истории этого вида спорта, которую прочитала в перерыве. Первые упоминания о Поло были в Древней Персии 2000 лет назад. С тех пор в той либойной форме в этом регионе игра сохранилась. Но современное Поло возникло 200 лет назад, когда британцы стационировались в Индии. И, видимо, от нечего делать стали играть в игру, которая на тот момент была популярна в Индии. Так Поло стал именно национальным спортом в Британии. А вот зимний Поло – это уже изобретение британцев в Сан-Морице. КОНЕЦ Да, Вол только что забит первый гол Азербайджанам. И вон там сейчас на табло меняют. И счёт теперь 1-0 в пользу Азербайджана. Счёт 3-2 в пользу Азербайджана. Игра ещё идёт полным ходом. А вот здесь, кстати, находится VIP-тент для зрителей. Но он пустой, потому что все сейчас на трибунах. Спасибо большое, что путешествовали сегодня со мной. До следующих выходных. Пока-пока. Пишите, куда бы вы хотели проехаться со мной по Швейцарии. Пока.